Мы находимся на поле, на уборке кукурузы, кормо-уборочным комбайном компании Крона Бегик 700, который имеет максимальную мощность 700 лошадиных сил. Мы видим, что початок кукурузы пришел уже в стадию того, что пора убирать. Зерно крохкое, набрало достаточно сухого вещества, и это, как говорится, начало уборки. Мы взяли пробу корма от кормо-уборочного комбайна Бегикс и сделаем минимальное просеивание с помощью двух примитивных сид и разобьем этот корм на несколько фракций. То есть будет фракция, которая не поедается с котом, это больше 20 мм, будет фракция, которая отобьется у нас согласно заданной длины резки на машине, а длина резки у машины на сегодняшний момент при влажности кукурузы 68% стоит 18 мм. И сейчас мы простым замером определим, хорошо ли работает наша машина, достаточно ли четко происходит резка массы. По формуле, в принципе, должно у нас получиться, что 70% массы от этой пробы должно у нас соответствовать нашей длине резки. Только тогда мы можем сказать, что машина настроена очень хорошо. Мелкая фракция, опять же, негативная для животного, не, скажем, структурная, она должна составлять не более 25%, 20-25%. Ну а то, что больше 20 мм, как правило, этого должно быть не более 3%. Вот, если это соответствует, то машина у нас настроена хорошо. Конечно же, зерно кукурузы, которое берется с этого початка, это максимальная энергия, которая будет в последствии в корме с початка. Зерно должно быть полностью разбито, разрушено и доступное для, скажем так, кукуруза животного, для того, чтобы забрать эту энергию. Вот, ну давайте приступим. Кукуруза у нас достаточно влажная. Поэтому и длина резки, в принципе, увеличена. Ну вот, первая фракция у нас уже отбилась. Как бы, это, в общем-то, лист. В целом, возможно, он заселосуется и ничего страшного в этом нету. Но, как правило, вот такие вот листочки больше 20 мм корова оставляет на кормовом столе. Теперь мы подойдем ко второй фракции. Делаем все в полевых условиях. Конечно, для чистоты эксперимента можно это делать на каком-то столе, на более ровной площадке. Но, в принципе, приехать в поле достаточно простейшим вот таким методом, сделать простейший замер, чтобы убедиться, что каждое зерно раздроблено, что, в принципе, резко настроено четко и точно. Вот. И поэтому, вот где-то предельно у нас получается вот такая вот. Вот такая вот. В общем-то, что можно сказать по корму? Мелкая фракция, это, как правило, битое зерно и некие мелкие кусочки стеблевой массы. И, в принципе, если мы даже визуально посмотрим, не взвешивая данную фракцию, то видно, что здесь предельно у нас процентов около 75. В этой части у нас процентов 20. С копейками даже, возможно. Но тут процента 3 как раз листочка. Самое главное, в принципе, в измельчении это достаточная сила подпрессовки у машины. Она должна быть достаточной для того, чтобы ствол сначала попал в предварительное прессование, то есть под валец, раздавился, а далее попал на нож и рассыпался на 4-6 частей. Тем самым, когда у нас разбиты вот эти вот, нету цилиндрических стволов, соответственно, нету кислорода, соответственно, данная масса хорошо трамбуется, она же хорошо силосуется, ну и, соответственно, поедается впоследствии скотом. Если машина не имеет хорошей силы подпрессовки, то вот эти вот кусочки, они полностью цилиндрической формы, не раздробленные, и, соответственно, не трамбуются, не силосуются и не поедаются скотом. Это прямые потери. Вот. И если мы коснемся корма касательно зерна, то вот, если мы видим, каждое зернышко, каждое зернышко, проходя через крекер машины BigX, оно разрушается, разбивается, разрывается, и, в принципе, эту энергию, значится, животное впоследствии заберет. Вот, в принципе, это, значится, формула, формула, которая должна быть при правильной настройке машины. Но, опять же, хочется отметить тот факт, что не все машины способны качественно и четко измельчать корм. И второй момент, который, опять же, хочется отметить сегодня, нынешние гибриды, которые выращиваются и в этом хозяйстве, и вообще в целом по Белоруссии, по большей своей части, они имеют предельно такую формулу. Если взять кукурузный силос за 10 мегаджовлей в килограмме сухого вещества, 10 мегаджовлей в килограмме сухого вещества, то, в принципе, с зерна, с крахмала, значится, початка, мы получаем, в принципе, 7 мегаджовлей в килограмме сухого вещества. Со стеблевой массой всего лишь 3, бывает 4 мегаджовля, но не более, смотря какие гибриды. И, соответственно, понятие такое, что зерно должно быть раздроблено очень четко, очень четко, целого зерна ни в коем случае не должно попадать в корме. Если таковое присутствует, это говорит только об одном, что надо держать все на контроле и чуть-чуть изменить показания конкрекера, то есть зернодробилки, зазор между вальцами сделать немножко меньше и проконтролировать, попадается ли целое зерно. Что касается стеблевой массы, как я уже сказал, на 70% она должна соответствовать заданной. На 70%. Если у нас фракция мелкая, иногда зачастую получается 50%, это уже очень плохо. Это не структурный корм, и он дает негативный эффект. Корм должен быть кукурузный, структурный и без цилиндрических, значится вот этих вот кусочков кукурузы, которые не поедаются. Селекция у нас не стоит на месте. Сегодня грин, гибриды, скажем так, зеленые. Уже баланс в них по энергии в килограмме сухого вещества немножко иной. И уже есть гибриды, у которых до 45% энергии из этих 10, как я сказал, 4,5 кг сухого вещества получается за счет стеблевой массы. А это говорит только об одном, что измельчение машины должно быть очень точное, качественное. И только тогда эту энергию, скажем так, из корма животное сможет забрать.